Сыны Азербайджана Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев посетил Физубинский район. Местные жители восторженно встречали главу государства. На опубликованных в социальных сетях кадрах президент Ильхам Алиев выходит из автомобиля, чтобы поприветствовать граждан. Указ президента Турции Раджепа Таипа Эрдоган об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и Российской Федерации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в понедельник соответствующий указ главы Турции был внесен на рассмотрение в парламент страны. На территории Азербайджана будет мониторинговый центр. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством в Турецкой Республике, прокомментировал Песков факт появления такого документа. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Турции. Что касается договоренностей по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двухсторонней договоренности России и Турции, добавил представитель Кремля. Отметим, что российские миротворцы развернули 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля над соблюдением режима прекращения огня. Семь временных постов выставлено в Лачинском коридоре между Карабахом и Арменией, по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности. В Ханкинде завершено развертывание командового пункта для управления российскими миротворческими силами. Завершение строительства трансадриатического газопровода ТАП, который является заключительным звеном южного газового коридора, позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года. Как передает канал 13, об этом тренд заявили в BP Азербайджан, комментируя начало коммерческой эксплуатации ТАП. Это позволит нам начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу текущего года, выполнив важные обязательства с момента начала реализации этого крупного проекта. Как акционер ТАП, BP приветствует это важное событие. Завершение проекта ТАП позволяет полностью реализовать одни из крупнейших газовых разработок в мире – Шах Денис-2 и Южный газовый коридор. Проекты, которые изменят энергетическую карту всего региона, впервые транспортируя газ из Каспийского региона на европейские рынки, подчеркнули в BP Азербайджан. Пемьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не станет подавать в отставку, несмотря на требования оппозиции. Об этом передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет, пояснил пемьер. Он добавил, что одной из главных задач Кабмина сейчас является формирование новой переговорной повестки по Нагорному Карабаху, что невозможно осуществить без общественной поддержки. Отметим, что сегодня министр иностранных дел Армении Зохраб Нацаканян написал заявление об уходе. Ранее пемьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уволит главу МИД Армении. Напомним, некоторое время назад пемьер-министр Никол Пашинян призвал преданных себе войсковые части в Ереван. В своем обращении к армии Пашинян заявил, что надо окончательно решить вопрос скулящих под забором. Глава правительства под скулящими под забором подразумевал оппозицию недовольный армянский народ. Омбудсмен Армении Арман Татуян осудил заявление и отметил, что заявление Пашиняна может спровоцировать в Армении гражданскую войну. По мнению армянского правозащитника Рубена Мелконяна, в последнем заявлении Пашинян, призвавший армию из Карабаха в Ереван, содержится основание для возбуждения уголовного дела по статье «Бандитизм». Уголовное дело должно быть возбуждено немедленно. Если износа какого-либо оппозиционера, какого-либо судьи, кого-либо пойдет кровь, то полную ответственность за это несут Пашинян и другие лица в его политической команде, написал он на своей странице в Facebook. После записи Пашиняна руководитель аппарата вице-премьер-министра Армении Тиграна Абиняна Варак Серж Сисирян опубликовал на своей странице запись, где признался, что покидает свой пост и выходит из партии гражданский договор. Сисирян шесть дней назад опубликовал снимок пемьер-министра с подписью «Буду рядом с тобой до конца». Член фракции Мойша Гаина Абрамян, которая еще до войны объявила о сложении мандата, но потом решила поехать в Карабах, будучи депутатом, заявила, что отказывается от кресла в парламенте. У здания Министерства обороны Армении сложилась напряженная ситуация. Там проходит акция родителей солдат, пропавших без вести в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, родители со слезами на глазах просят координаты их детей. Они готовы поехать за ними сами. Вход в здание перекрыт полицейским картоном. Многие участники митинга рассказали о том, что Миноборона не дает информации о местонахождении и состоянии их родных. Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил свою соперницу Майю Санду с победой в президентской гонке. По данным ЦИК Республики, после обработки 100% бюллетени она набрала 57,75% голосов избирателей, а Додон – 42,25%. «Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах, и я хочу ее предварительно поздравить с этим», – сказал политик. При этом он отметил, что его избирательный штаб зафиксировал множество нарушений на выборах. Впрочем, Додон призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на акции протеста.